Саляму алейкум, ва рахматуллах, ва баракету, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. Не забывайте подписываться, делиться благими знаниями, своими друзьями, близкими, родными. Как я вам обещала на прошлом занятии, сегодня мы с вами познакомимся с спряжением глаголов в настоящем времени. Для лиц в единственном числе. Напомню вам коротко спряжение в прошедшем времени, которое мы с вами разбирали ранее. Мы брали на трех глаголах примеры, и сегодня на этих же глаголах, иншалла, мы разберем построение уже в настоящем времени. В прошедшем времени у нас все изменения происходили в конце. Форма с местоимением хуа, как джаласа, караа, кетава, у нас была вот эта начальная форма. И уже к ней мы добавляли что-то до окончания ту-та-ти. Если там местоимение ана-джалас-ту, если анта-джалас-та, не забывали, что здесь сукун. Анти-джалас-ти, тоже сукун и ти. И если е-джалас-а-т, то есть сукуна уже не было, просто добавляли та. И важно, что в основе, большинство глаголов имеет трех буквенную основу. Как мы видим, джаласа, караа, кетава, три буквы. Первая буква имела фатфу, если мы говорим про основу, и эти все формы также. И последняя буква имела фатфу. Ну, конечно, если здесь не появлялся сукун, то мы видим здесь в основе фатха. Вот этот серединный харф, да, он имел здесь просто в примере везде фатфу. Но на самом деле серединная буква, это может иметь различную гласовку. А гласовку, да, просто здесь так совпало. Обращаю ваше внимание именно на серединный харф, потому что в настоящем времени в споряжении глагола это очень важно. Итак, это было прошедшее время, да, с единственным числом мы брали только, с теми не единственным числом. И теперь перейдем к тому, как же мы строим глаголы, спрягаем в настоящее время. Опять же, берем в основе эти глаголы. Возьмем глагол джаляся, пара и кетеба. Эту форму написала я сверху, чтобы вы видели дальше, как же у нас будет меняться. В отличие от глаголов прошедшего времени, где у нас изменения происходили только в окончании, то есть в конце глагола, ну, по крайней мере, у этих глаголов, которые примеры, да, у нас. Иногда могут быть какие-то, если глагол, неправильные изменения в середине, например. Но пока у нас все более просто, да, не было никаких таких изменений. Итак, глагол джаляся. Когда у нас спрягается с она, у нас всегда добавляется в начале гамза. Если глагол трубуквенный, то эта гамза будет иметь огласовку а. Да, а. Далее, три коренных буквы перепишем. И важно, что первая коренная буква здесь будет приобретать сукунь. То есть а, джи. Далее, вторая коренная. И вот эта коренная может иметь другую гласовку. В данном случае эта гласовка будет ка-сра. Я вам скажу, где мы ее возьмем. И третья коренная, которая будет иметь уже баму. Уже перед вами мы видим, как изменился этот глагол. Я вам прокомментирую. Значит, мы видим, что во всех формах этого глагола в настоящее время красным выделено. То есть есть приставка. Добавилась приставка. Но в окончании только в одной из форм есть еще добавлено окончание. Итак, она, а, джи. Ли. Су. Что здесь добавилось? Приставка. Если глагол трубуквенный, то она будет иметь огласовку фатфу. А. Первая буква коренная будет иметь сукун. То есть не а-джа, а а-джю. Срединная буква в данном конкретном глаголе будет иметь ка-сру. Обычно в арабском языке эти формы нужно запоминать. То есть джалиаса еджлису. Берем по форме гуа. Джалиаса еджлису. Там иджилис. Минимальная форма. То есть глагол прошедшего времени, глагол настоящего времени, чтобы видеть, какие там изменения происходят. И глагол повелительного наклонения. Еще есть много других форм, но вот это вот минимум. И когда мы изучаем, мы видим, какие изменения происходят из прошедшего времени в настоящее. В данном случае мы видим джалиаса еджлису. Или еджлису. То есть мы увидим, что срединная буква поменяла свою гласовку фатху на ка-сру. Здесь тоже сукун произошел, но это общее правило, которое у всех глаголов в такой форме будет первая коренная буква получить сукуль. А вот срединная гласовка, она может отличаться. И какой-то закономерности у таких трехбуквенных глаголов нет. Их просто нужно заучивать. Иногда это может быть кастро, иногда фатха оставаться, или бамма меняться. Последняя буква будет приобретать бамму, если к ней ничего дальше не присоединилось, как вот в этой форме. Итак, эджлису. Далее анта, тэджлису. То есть добавилось т. Здесь то же самое, как и в предыдущем примере. Анти, тэджлисина. То есть вначале так же, как и здесь, но в конце у нас добавилось окончание иина, тэджлисина. Вот и тэджлисина. Гуа, яджлису. То есть мы видим, как и в первой, во второй форме, только здесь буква имеет я, вернее, буква я. Это сфатха. Яджлису. И форма гия, то есть она, тэджлису, она совпадает вот с формой анта. По предложениям, никогда не бывает какого-то, ну, так бы сказать, недопонимания. Это анта или анти, или, вернее, гия. То есть там все понятно, несмотря на то, что форма идентична. Теперь хочу вам показать, как это будет выглядеть в словаре. То есть если вы, например, возьмете словарь, сейчас электронные словари есть, и вот в словаре напишите, например, джиаля сэ, у вас здесь первая, это первая порода, это уже там, мы сейчас не будем разбирать, что это, но интересует нас вот это и. То есть вот это и, это как бы подсказка такая. По арабскому словаре, как я вам сказала, будет полностью, форма написана, например, джаляса, я джи лису. И по этой форме, когда вы ее учите, вы понимаете, что ля поменялась на ли в настоящем времени. И нужно понимать вот это изменение, как происходит. В русском же словаре вы увидите такое и после самого глагола. Это как раз подсказка о том, на какую букву или огласовку будет меняться срединная огласовка. То есть было хатха, стало и, то есть кассра. И как мы здесь видим, я джи лису, вот здесь как раз кассра. Джу лису, это уже маслар, пока нас не это интересует. И перевод. Садиться, сидеть. То есть это глагол. Вот серединная огласовка, если мы говорим по словарю, вы можете или здесь посмотреть, или в полной форме, если это арабский словарь. Беремся к следующему глаголу. Это глагол Караа. Глагол Караа Караа, то есть читать. То есть читать. И мы распрягаем его. Карау. То есть это у нас я читаю. Карау. Карау. Далее у нас будет Карауина. Здесь есть особые правила про описание гамзы. Мы про них пока не будем. Просто чтобы вы понимали, что гамза остается просто на будет писаться на другой подставки это место кора и на гула я кору и последнюю такая же как и здесь формы но мы можем скопировать топору тоже топору то есть она опору андот опору анти топору и на гула я про у и это про у то есть видим что у нас изменилось здесь обратите внимание буква ра середина это буква как имела фатху так и осталось до сфотой то есть такой вариант тоже может быть то есть в настоящее время не она тоже сфотами посмотрим как раз словаре как-то выглядит да то есть если вы напишите пара здесь будет написано а если это русский словарь напомню то есть говорит о том что срединая гласовка вот это она в принципе остается сфотами на пара это читать здесь вариант перевода возьмем еще последний пример чтобы к этого на той сми и мы видим те же изменения какие предыдущие а на октубу анто так тубу анти так тубина гула и октубу и так тубу и вернемся как это выглядит словаре к т.д. мы видим уже будет у то есть показывает что срединая гласовка будет бомба к этого писать на поэтому здесь у нас бомба к т.д. я к тубу запоминайте это изменение таким образом мы научились с вами спрягать глагол трехбуквенный правильный глагол в настоящем времени если глагол какой-то новый в эту срединную гласовку вы можете найти по словарю иншалу марка лагу фику надеюсь вам урок полезен постарайтесь глаголы которые у нас были другие глаголы да у нас там была раз она еще какие-то рассмотреть и их разберегать потренироваться как прошедшем времени так и в настоящем времени на этом будем прощаться баракаллаху фику ассаламу алейкум в рахматуллахи в баракатах паракаллахе в Oct. 10